КОНСТАНТИН СОРОКО Первое, чем удивляет этот обаятельный молодой человек, это невероятная тяга к новым вершинам творчества и, пожалуй, особое везение. Все наиболее важные события в моей жизни происходят практически вся спонтанно. Это начиная от покупок одежды, заканчивая путешествиями. Я просто ничего не делал для этого. Тот случай, когда в тихом омуте и правда водятся чертята. Даже друзья и близкие только постфактум узнают, какую очередную гору в поисках новых кадров штурмовал Константин. Когда ты забираешься, наверное, два с половиной или три часа, у тебя холодно, ты просто идешь, и темно, ничего не видно. Это даже хорошо, потому что когда ты спускаешься, тебе видно все, и там такие есть обрывы, то есть ты ушел ночью, я этого не видел. А в самом деле, если отступишься, пойдешь не по тропинке, то можно далеко глубоко падать. Это была одна из самых приятных поездок. Бали, квинтэссенция экзотики и райское место. Нет, может быть, оно и райское, но там вот, где я был, это была не райская уголок, это была какая-то пора приключений. Потому что там все другое совершенно. Там от того, что движение в другую сторону, там практически нет автомобилей, нет рутаров, все продвигаются только на байке. Слепо следовать чужим постулатам все равно, что проверять правила земного притяжения перед тем, как отправиться на прогулку. Его фотографии – это то, чем становится живопись, композиция, пластический ритм и геометрия, размещенные в считанных долях секунды. А кто-то так и не продвинулся дальше аватарки. Это не обязательно, что мы пойдем в студию, не обязательно, что я поставлю свет, может быть, мы... Даже не обязательно, что мы просто куда-то пойдем. Не обязательно, что я достану даже фотокамеру из чехла. Может быть, я сниму вас на телефон, или это может быть все, что угодно, в любой ситуации, когда угодно. Но к этому нужно всегда очень сильно готовиться, очень долго. И, между прочим, про телефон он говорит абсолютно без иронии. Однажды с друзьями просто сидел в кафе и услышал о телевизионном кастинге для фотографов. Думаю, ну круто, надо сходить, на кастинг ни разу не был. Мало того, что Константин Сорока сразу принес несколько черно-белых фотографий, снятых на телефон, так еще и большинство заданий отработал в том же духе, лишь иногда доставая из чехла фотоаппарат, например, для съемки в клубе. В адекватность сомневался редактор, потому что стоял так за кадром, смотрел на меня, и говорил, ну, 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 по ней было видно, что она это не ожидала. Это был определенно не формат и вызов местным фотографам, которые реально крутили пальцем у виска. Но каково же было их удивление, когда после долгих споров и возмущений, кому бы вы думали, достался главный приз? Я еще и победил. Приз оказался как раз в его духе – поездка в Париж с увлекательной экскурсией в местные катакомбы. Вот это под метро находилось, потом-то еще вниз, куда-то по мокрому, потом там вода течет, и потом начинается вот этот ассуарий, это называется, когда, собственно, захоронение, вот в катакомбах таких кости хранятся. Видимо, от того, что Константин успел поработать в большинстве городских СМИ и подход к фотоотчетам у него репортажный, иногда приходится покопаться в Википедии и учебниках истории. Мне интересно читать какие-то сухие факты или просто фотографии смотреть. Я их преподношу так, чтобы был какой-то сюжет. Во времена чумы в Европе умирало очень много людей и не хватало места на кладбищах. Их все закапывали в несколько рядов, какие-то братские могилы делали, из-за этого грунт там просаживался. Есть популярные очень старые фотографии о том, как стена одного из кладбищ главного французского там обрушилась, там кости вывались, то есть на проезжую часть, все это было очень антисанитарийно, страшно. Так в катакомбах, где много лет назад добывали камень для дворцов и фонтанов, оказались кости со всех кладбищ из центра Парижа. Но еще никто не фотографировал их так. Правда, иногда мало того, что попадает в кадр, приходится набрасывать будущую раскадровку на бумаге. Любовь в городе, например, то есть нужно было пару отснять и в городе. Я придумывал, сидел, приезжай в кафе или дома, или в автобусе, когда ехал, придумывал какие-то сюжеты. Как-то лучше сфотографировался, делал какие-то скетчи на наброски. И потом уже приходил на площадку, говорю, ребят, вот этот кадр, мне его нужно сделать. Он постоянно доказывает, нет ничего хуже четкой фотографии с расплывчатой идеей. Романы пишут люди, а не печатные машинки. Так что навороченный фотоаппарат и знание диапазонов выдержек далеко не залог безупречного результата. В его представлении и персональные выставки должны быть иными, без лишней шумихи и умозаключения искусствоведов. ой, там фотографии, так молодежно. Это все бред. Фотография, как я считаю, искусствовала быть очень доступным, очень понятным, и она должна быть для всех. Она должна быть заперта в какие-то рамки помещения. Несмотря на общительность, ему нравится оставаться за кадром. А потому было немного странно увидеть себя на первых полосах газет в качестве фотографа-авантюриста, отважно поехавшего за новыми шедеврами в Припять. Я сидел в интернете, и вдруг какое-то объявление мне попало с на глаза. Поездка в Чернобыль. Я такой, ого, Чернобыль, поездка, надо ехать. На свой страх и риск практически в никуда он заплатил необходимую сумму и на Киевском вокзале получил свой билет. Ваши билеты, вот, пройдите в поезд. Я говорю, а вы не едете? Он говорит, нет, мы не едем. Я такой, ну ладно. Родители узнали об этой поездке уже из газет. Фотографии были безумно популярны, их расстали на разные ферсийские ресурсы. Я до этого на заброшках был много раз, привык видеть вот эту разруху, но там просто был, на самом деле, город. Многоэтажки, пятиэтажки, какие-то хрущевки стоят, телефонные будки, разбитый совершенно универсам. То есть обычный город, но он превращается в лес. Помни о целом списке правил и табу, он единственный, кто все же умудрился найти необычные ракурсы. Было страшно, много не по себе. Какие-то почему-то всплывают ассоциации вот с фильмами. И вот это никакое не детство. Если ты в фильме видел, такой длинный коридор, такой пошарпанный, и что-то такое плохое происходило там, то ты это проецируешь на реальность. Ты тоже думаешь, блин, сейчас вдруг что произойдет. Свисающие лампы с потолка, свисающая штукатурка обрушена. Но люди даже не поздравляют, что там можно поехать. Они очень боятся этих мест. И если я съезжу, возможно, буду таким путеводителем для них, что это нормально, это можно, это часть истории. Так же, как, например, концлагеря, куда Константин Сорока тоже планирует попасть с фотоаппаратом. И этот важный атрибут с ним настолько давно, что уже и не вспомнить, с чего все началось. Я с ним вообще не расставался никогда. Я брал ее в свою школу, там это был 10-11 класс, кажется. Фотографирую на первом курсе, на втором курсе, на первом курсе, точнее, уже закончено снимать. И тут, наконец-то, у меня появилась первая моя изрекальная камера. Мне нравилось то, что я могу не хранить что-то в голове, вот картинку, а просто ее фотографировать, и вот она у меня есть. И я могу ее не забыть, но вот я смотрю опять картинку, она у меня вот перед глазами. Вот что значит талантливый человек. То, на что другие безрезультатно тратят полжизни, у него получается само собой. Например, писать музыку, не зная ни одной ноты. Я купил сам себе гитару, учился не играть, и, ну, ок. Взял... Пианино? Да, взял у друга скрипку, ничего об этом не зная. Посмотрел, как на ней играют примерно, понял, какие там ноты на этих струнах. Сыграл пару мелодик, и я хотел сыграть. Отдал. Купил пианино, там, стезатор. На нем поиграл, все, что мне нужно было пока пылиться. Он один из немногих, кого даже конкурсы находят сами. С такой фамилией и псевдонима не надо. И это, кстати, отдельная история. Благодаря фамилии он легко получал зачеты автоматом и прослыл чуть ли не предпринимателям в узких кругах. Случайно забегал в кабинет, узнавал, что нам вот сейчас вот уже на моей группе задают курсовую, а мне нужно было бежать на какие-то съемки или что-то, какое-то мероприятие делать. Я забегал, говорю, профессор, можно я вот сейчас без очереди сдам быстренько? Он говорит, ну, а ты уверен, что ты так зашел? Я говорю, да, ладно. Сдавал на пятерки и убегал. Сорока настолько, может быть, вписалась в образ того, что я был, может, фотокорреспондентом, то есть сорока на хвосте принесла, у меня друзья до сих пор шутят там. Шутки шутками, а это действительно здорово, когда человеку достаточно базового английского, знания карты и наличие творческой нотки для того, чтобы превращать свои путешествия в увлекательные фотоотчеты. Ставал таким моим девизом, то есть я стараюсь делать то, за что мне не будет стыдно. Мы бы рады сказать нашему герою, когда себя смотреть, да только там, где он может оказаться во время эфира, возможно, нет телевизора. Кто знает, какие сайты он просматривал накануне и куда уже забронировал билет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok